Прошу уважаемые коллеги пройти всех вас процедуру регистрации. 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 ЗАНДАРГА БИРКАТАР СЮТУЛЕР КОЖДЕЙДИ Был СЮТУЛЕР КЛМЫСТЫК ПРОЦЕСТЕГИ АЗАМАТТАРДЫН КОРГАУДЫН ДЕНГЕЙН КОТЕРУГЕ ЖЕНЕ ОНЫН КАТАЛДЫГН АЗАЙТУГА АДВОКАТТАРДЫН ПРОЦЕСУАЛДЫК МЮМКІНДІКТЕРІН КЕНЕЙТУ АРКЛЫ КЛМЫСТЫК ПРОЦЕСТЕГИН ЖАРСПАЛЫГН КОТЕРУГЕ КЛМЫСТЫК ИСТЕРДІ ТЕРГЕУ РАСМДЕРІН ОНАЙЛАТУГА ЖЕНЕ КЛМЫСТЫК ПРОЦЕСТІН ТЕЙМДІЛІГН ҚАМТАМАСЫ СЕТУГЕ СОТКА ДЕЙНГІ САТЫДАГЫ СОТ БАКЛАУН ОДАН әРі КЕНЕЙТУГЕ СОТКА ДЕЙНГІ ТЕРГЕУ ОРГЫНДАРЫ ПРОКУРАТУРА ЖЕНЕ СОТТЫң АРАСЫНДА өкілеттіктердің қосарланушылығын жоя отырып, құзыреттерді нақты бөлуге бағытталған. Комитет аталған зан жоуасыны жұмыс қалуға дайын, қалу жоуасыздырде бар, қолуыларын сұраймын. Рахмет, құрметті әріптестер қарсылықтарыны жоққы. Онында осы мәселе бойынша қауын жоуасы сіздерді бар, сол бойынша дауыз берілерін дұсыраймын. Мәдересінің кранға беріңіздер. Қабылы қабылданды. Келес сұрақ, Қазақстан Республикасың кейбір заннамалық актлеріне менші құқың қорғауды күшейті, және төрілік мәселелері бойынша өзгерістерімен толық тұрлар еңіз ұтырлық, Қазақстан Республика зан жоуасы бойынша қортында зірлеу жөнде. Бұл мәселе бойынша да сөз депутат Абдиыров Нурлан Мәжетулыны беріледі. Рахмет, Құрметті Нурлан Зайруланлы Құрметтірістер, аталған зан жоуасы мемлекет башысының Қазақстанның үшінші жаңғыруы жақандық бәсекеге қабілеттілік атты Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөндегі жалпыл тұп ісшаралар жоспарын орындау үшін әзірленген. Зан жоуасын қабылдау мақсаты менші құқтарын қорғауды күшійту, олардың қорғаудың құқтық тетіктерін жетілдіру, сонымен қатар түрелік саласын реттейтін заңнаманы жетілдіру болып табылады. Зан жоуасы кредит шарты тары бойынша жекелегі мәселелерге айқындық және сенімділік беру, мемлекет мұқтажы үшін алып қойлатын мүлікке тен өтемақы негіздерін біріздендіру, сотталған адамның мүлкін тәркілеу институтын іске асыру мәселелерді мәселелерін шешуді, сонда яқы жалпы қабылданған халықаралық стандарттарға сәйкес түрелікті дамытуға бағытталған шектеу шараларын болдырмауды көздейді. Комитет заң жоуасын жұмыс қалуға дайын, қалу жоуасын сіздерді бар қолдыларын сұраймын. Рахмет, қолдаймыз ғой. Онда осы мәселе бойынша да дауыс берлерінізі сұраймын. Дауыс берлері жүмі қосылысын. Нәтижесінің үкранға беріңіздер. Қаулы қабылданды. Келесі мәселе, Қазақстан Республикасын кейбір занамалық актлеріне, мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға беру мәселері бойынша өзгерістермен толық тұрлар еңгізі туралы Қазақстан Республикасы заң жоуасы бойынша қортында әзірләу жөнді. Бұл мәселе бойынша сөз экономикалық реформа және өндірлік даму кәмедетін тұрларғасы депутат Сабилиянов Нұртай Салихолына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зарилалы, құрметті әріптестер, аталған зан жоуасы ұлт жоспары дүзнақтық қадамының 97-ші қадамын іскасыру үшін әзірленген. Бұл зан жоуасының мақсаты азаматтардың өзін өзіреттеуді дамыту арқылы шешімдер қабылдау процесіне қатысуы мүмкіндіктерін кенейту. Мемлекетке тәне емес функцияларды бәсекелес ортаға және өзін өзіреттеудің үйімдарға беру болып табылады. Зан жоуасында үш кодекс және төрт занамалық актілерге өзгерістер еңізі көзілген. Комитет осы жаң жобасын жұмыс қалуға және ол бойынша 2018 жылдың 23-ші мабырына дейін қордында әзірлеуге дайын. Қолдауларыңызды сұрайын. Рахмет. Рахмет. Қарсылықтарың жоқ болса, онында қауын жобасызды ба, сол бойынша дауысын берлеріңізді сұрайын. Қазақстан Республикасының кейбір занамалық актілеріне тұрғын үй қатнастары мәселері бойынша өзгерістермен толық тұрлар еңізі туралы Қазақстан Республикасызан жобасы жөнде. Бірінші оқылым. Байындамы жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы қорғаныз министрының орын басары Талғат Сабитулы Мухтаров мұрзағы беріледі. Құрметті Нурлан Зайрулауылы, Құрметті депутаттар, өздеріңіз білесіздер, елбасы жоғарғы бас қолбашысының тапсырмасы бойынша, әскери қызметшілердің әлеметтік қорғалын жақсартуға бағытталған үлкен жұмыстар жүргізілуде. Атап айтқанда ағымдағы жылдың бірінші шілдесінен бастап әскери қызметшілердің жал ақылары 25 пайызға көтерілді. Бұдан бөлік, елбасы әскери қызметшілердің тұрғыни мәселелерін шешу туралы міндет қойды. О сұрайда бүгін назарларыңызға ұсынылып отырған Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғыни қатынастары мәселелер бойынша өзгерістермен толық тұрулар еңгізу туралы заңның жобасы мен, әскери қызметшілердің және олардың отбасы мүшелерінің баспана мәселесін шешудің жаңа алгоритмы көзделіп отыр. Зан жобасының мақсатымен маңызы бастанаға мұқтаж болған бәрліқ әскери қызметшілердің санаттары төл тұрғын үймен қамтамас ету болып табылады. Зан жобас келесі сетікті қарастырады. Әскери қызметшілерге екінші денгелі банктердегі жеке арнаулы есепшотына айсайын тұрғыни төлемдері аударлатын болады. Тұрғыни төлемдерің мөлшері еліміздің тиісті өңіріндегі тұрғын үйдің бір шаршы метрі құнын аскери қызметшінің ұдбасы мүшелерінің арқайсына тиесілі пайдалы аудан нормаларына яғни бір адамға шаққанда 18 шаршы метрге көбейті арқылы есептеледі. Баспана мәселесінің шешудің бұл түрінің анық артықшылығы бар. Әскери қызметшілер осы тұрғыни төлемдерін тек келесі мақсаттарға жұмсай алады. Ипотекалық несиені пайдалана отырып тұрғыниді сатып алуға, тұрғыни арендасын төлеуге, соның ішінде баспананы кейінен сатып алу құқығымен жалғалуға, өлестік тұрғыни құрылысына, тұрғыни және тұрғыни құрылыс кооперативіне қатысқан кезде жарыналарды төлеуге, тұрғыни құрылысы жинақтарын жинауға және тұрғыни жағдайларын жақсартуға пайдалана алады. Зан жобасы әскери қызметшілердің баспанасыздық проблемасының басқала түйткілді түйіндерін тарқатуға бағытталған. Бірінші кезекте, жерма жыл және оданда көп ғомырын әскери боршқа өтеуге арнаған әскери зенеткерлерді тұрғыни мен қамтамасыз етудің көптен қабырғаға батқан маңызды мәселесі шешімін тапық. Олардың біразы көшіп кетуге мүмкіндігі болмағандықтан әлі күнге жабық және оқшауланған әскери қалашықтарда төл баспанасыз қызметтік тұрғыни үйлерде тұруға мәжбір. Әскери зенеткерлердің тағы бір бөлігі тіпті ешқандай баспана берісіз қызметтен шығарылған. Бұл үретте заң жобасымен қандайда бір тұрғыни берілместен қызметтен шығарылған осы әскери зенеткерлер бір жолға ақшалай өтемақын алдағы 2018 жыл алатын болады. Яғни олардың тұрғын үйге деген құқылы тол қыз ке асырылады. Әскери қалашықтарда тұрып жатқан зенеткерлерге де бір жолға ақшалай өтемақы төліп көзделген. Осының арқасында ведімістіғалардың қолданыстығы қызметтік тұрғыны қоры босатылады және ол баспаналар үспасындағы әскерлердің күрігіне ұсынлады. Зан жоғасындағы келесі бір жаңашылдыққа сәйкес, әскери қызметті өткеру барысында қаза тапқан немесе дүниеден өткен әскери қызметшілердің отпасыларының баспанастық мәселесі шешіледі. Аталған отпасыларға шейіт болған әскери қызметші қызметін өтеген өңірдегі жаңа тұрғын үйдің нарықтық қыны мөлшерінде бір жолға ақшалай өтемақы төлі көзделі отыр. Сонымен қатар, зан жоғасымен әскери қызметін өткеру кезінде жарым-жам болып қалған немесе ауыр дерткер шалдыққан нәтижесінде әскери есептен шығарылған әскери қызметшілерді баспанамен қамтамас ету қарастырылды. Бұл санаттағы әскерілерге де қызметін өтеген өңірдегі жаңа тұрғын үйдің нарықтық қыны мөлшерінде бір жолға ақшалай өтемақы төлі ұсынады. Тағы бір маңызды жаңа норма, жабық әскери қалышықтар мен заставаларда орналасқандықтан екешлендіруге жатпайтын қызметтік баспанамен қамтамас етілген әскери қызметшілерге қатысты. Зан жобасы бойынша оларға сол өңірге тиесілі тұрғын үйтөлемдер айсайын 50% көлемінде аударлатын болады. Бұл аділетті олып табылады, себебі мемлекет аталған аскери қызметшілер тегін қызметтік баспанамен қамтамас етеді, олардың коммуналдық төлемдерінде толығы мен мемлекет көтереді. Сондықтан аскери қызметшінің мұның сұртында мемлекет беретін 50% көлеміндегі тұрғын үйтөлемдерін жинақтап, банктердің ипотекалық неселендіру бағдарламаларына қатысуға мүмкіндігі бар. Заң жобасың тағы бір новеласына сәйкес, 2013 жылғы бірінші қаңтардағы жағдай бойынша еңбек сүңірген жылдары 10 және одан көпті құрайтын барлық аскери қызметшілер үшін 20 жыл аскери қызметін өтегеннен кейін қызметтік баспананы өте өсіз жекештен дұрығы құқығы қайтарлады. Қызметтік тұрғын жекештен дұрығы жатпайтын болса, өте өсіз жекештен дұрығы құқы баспананы құны көлемінде өтеледі. Жалпы жаңа жүйеден, зенет алды жасындағы әскери қызметшілер тұрғын үйтөлемдері көмегімен баспаналыға жеткілікті қаражат жинай алама деген орынды сұрақ туады. Әрине, әскери қызметшіге зенеткерлікке шыққанға дейін саналығы жылғаға қалса, сол уақытта төлінетін тұрғын үйтөлемдер баспана сатып алғы жетпейді. Сондықтан, заң жоғасында бұл санаттағыларға зенеткерлікке шыққан кезде баспанаға мұқтаж болған бұрынғы бүкіл кезеңіне тұрғын үйтөлемдерін есептеп, бір жолғы аудару қарастырлады. Яғни, бұл әскери қызметшілерінде түйткілді мәселесі тасада қалмай шешіледі. Өзге өңірге жіберілген, бірақ бұрынғы орында ипотекалық несие расымдеген әскери қызметшіге тұрғын үйтөлемі қалай төленеді. Ротацияланатын әскери қызметшілердің төлем қабілеттілігін қамтамас ету мақсатында, олар үшін ипотекалық келісімшарты расымдеген өңірдегі тұрғын үйтөлемдерінің мөлшері бұрынғы көлемде сақталады. Сонда яқы, әскери қызметшіге ол баспанасына жалға беріп, түскен қаражатқа жаңа қызмет орында тұрғыны жалдап тұруына да құқық беріледі. Усынылып отырған модель, үзеге асыру үшін 2018 жылғы қажет болатын қосымша қаржы республикалық бюджеттік комиссиямен мақылданған, қортында айтқанда баспана мәселесін шешудің жаң алгоритм әскери қызметшілерге қысқа уақыт үшінде кес келген өңірде әрі өз таңдау бойынша төл баспанасына қол жет көзуге мүмкіндік беріледі. Зан жоу басы қарлы күштерінің және бәрілік күш құрылымдары орғандарындағы баспанасы жүрген алқысқыңнан астам әскери қызметшілердің тұрғыны мәселесін шешуге оның қыпал өйтеді. Сонымен ғатар аталған әскери қызметшілердің отбасы мүшелерін қосалғанда қалқымыздың үлкен бір бөлігі толығы мен тұрғыны мен қамтамасы етілеттеп күтілуде. Бұл ретте тұрғының бұрын тұрғының үйсіз қызметтен шығарылған әскери қызметшілердің барлығы жергілікті атқарушы орғандарда кезекке тұратын болатын. Бұл ретте тұрғының бұрын көлемі бұдан арғары көп ұлғая бермейді, және оны ұстап тұрға бүджет шығының артырудың қажеті болмайды. Сонымен бірге тұрғының қамтамас етудің жаңа тетігі мультипликативтік тиімділік әкеліп тұрғының құрылыс материалдары өндірісінің банк секторының және басқа да салылардың өркендеуіне серпін береттеп күтілуде. Құрметті Нұрлан Зайрулауылы, құрметті депутаттар, аталған заң жобасы мәжілес және сенат депутаттарының белсенді қатысу арқасында әзірленді. Осыған байланысты депутаттық корпусқа әскерек қызметшілердің әлеметтік қорғалының ұғайтуға және тұтастай алғанда еліміздің қорғаныз қабілеттілігін күшетіге қосып кележатқан орысан зор өлесі үшін ризашылғымызды білдіруге ұрқсат етіңіздер. Зан жобасының қолдауларыңызды сұраймыз, назар қойып тұндағандарыңызға әріпті. Зан жобасының қорғаныстардың бастап қолданызғы еңіздерді. Бұл дегеніміз әскери қызметшілердің ұш кезден бастап қырғаны өмен қамтамасы етің жана жолға көшетін және тұрғаны төлемдерін ала бастайтын білдіреді. Продолжение следует... 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 Срок кредита будет порядка 5 лет, и схема погашения кредита будет основываться, исходя из того размера жилищных выплат, которые получают конкретные военнослужащие. Под это мы расчеты подготовили. То, что касается охвата, начиная с 2018 года, мы планируем охватить 11 тысяч военнослужащих, и дальше в течение 15 лет порядка 60 тысяч. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Свет депутат Нуркина Айгуль Хабешк. Спасибо, уважаемый Ирлан Зайрулаевич, уважаемый Талгат Сабитович. В предлагаемом законопроекте предусматривается, что если, допустим, оба супруга являются военнослужащими или сотрудниками специальных государственных органов, то жилищные выплаты будут выплачиваться одному из них. В связи с этим возникает вопрос, как будет определяться, кому из супругов будут выплачиваться эти жилищные выплаты. Спасибо. Кто в доме хозяин, тому и будут. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Действительно, все члены военнослужащего имеют равное право на жилищные выплаты. Соответственно, если два супруга являются военнослужащими, то оформляться жилищные выплаты будут только на одного из них по рапорту. А кто из них будет определять супруги сами? Один из них на одного. Понятно. Сөз депутат Дауринбаев Амангелді Айдаровны берледі. Рахмет, хурметті Нурлан Зайрилула, хурметті Талғат Савитова. Тұрғыни қатнастары туралы заңының 101-1-1-2 бақтарының ұсынлып отырған редакциясына сәкес, әскерек қызметкерлермен оны арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері, оларды тұрғыни үген мұқтажеп таңыған күннен бастап, қызметтің бүкіл кезеңіне тұрғыни төлемдерін ала-алат делінген. Менің сұрағым, мысалы 90 жылдардың ортасында алыс гарнизонда 4-5 жыл қызметін өткерген офицер тұрғыни үмен қамтымасыз етілмеген. Бүгінгі күн оны растайтын құжаттары жоқ. Осы қызметкелер бөінші қандай шешім қаулдайыстыр? Сұрағыңызға рахмет. Жаңа мен баяндамда айтқанымдай, бұл заңының негізгі мақсаты әр бір мұқташ әскери қызметшіні өз төл тұрғыни үмен қамтымасыз ету. Сондықтан бізге ең маңызды құжат бүжерде бұл әскери қызметші немесе оның отбасы мүшесі өзінің жеке меншігінде тұрғыни үй барма жоқ ба деген мәлімет. Ол мәліметті біз қалқа қызмет көрсету орталықтарынан сұраб аламыз. Сонымен қоса біздің әр бір гарнизондарымызда арнайы аудандық эксплуатациялық бөлімдеріміз бар. Оларына тұрғыни үйге өтшірітқа тұратын қызметкерлердің түрке өн жүргізіп отыратын. Сол жерден ол керекті мәліметті ала аламыз. Итіпті болмаса бір жеке бір бір еңсаран жақдайларда бұл үйінді әзімі 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 қызметкері. Бұл әсімі әріңіз 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 үйінді қызны бері. Спасибо, уважаемый Нурландзай Рулайыч. Уважаемый Талгат Сайбитович, мой вопрос в продолжение вопросы депутата Нургина и Аягольковдошіна касательно выплат, когда оба супруга являются военнослужащими. Скажите, пожалуйста, если к примеру возникнет такая ситуация, связанная с расторжением брака, то как будут делиться данные выплаты и отрегулирован ли данный вопрос законодательно? Спасибо за вопрос. На самом деле в жизни бывает всякое. И если в случае развода, то супруги военнослужащего перестанут выплачиваться жилищные выплаты, поскольку она уже выбывает из состава членов семьи. А все то выплаты, которые были произведены до расторжения брака в соответствии с гражданским законодательством, считаются имуществом, которое нажито совместным путем, поэтому оно будет делиться в соответствии с гражданским законодательством на общих основаниях. Поэтому я думаю военнослужащим сейчас не будет выгодно разводиться, поскольку значительно уменьшится сумма выплат. Это сейчас вот Талгат Сабитович месседж отпустил в общество. Выходите замуж за военных, они приказом будут все дела. Хорошо. Сөз депутат Дулат Пеков Нурлан Ормбасаруның берледі. Сөз депутат Дулат Пеков Нурлан Ормбасаруның береді. 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 Предлагаемого законопроекта немало вопросов вызвало внедрение новой модели обеспечения жильем военнослужащих вооруженных сил, органов внутренних дел, национальной безопасности и военной прокуратуры. Все мы знаем, что в 2018 году, 1 января, вступит закон в силу. Это всего три месяца, но очень важным становится своевременное разъяснение среди военнослужащих об этих нормах. Однако не все военнослужащие осведомлены о конкретных деталях и нюансах предлагаемой новой модели. И в этой связи, поясните, пожалуйста, какая работа ведется по разъяснению данной ситуации норм законопроекта среди военнослужащих? Спасибо за вопрос. При работе над законопроектом его концепция нами уже была обсуждена во всех воинских коллективах, начиная с самого низшего звена до Министерства обороны и в других силовых ведомствах. Поэтому нормы нынешнего законопроекта содержат предложения, которые были высказаны нашими военнослужащими. Кроме этого, мы регулярно публикуем в средствах массовые информации, на телевидении организуем выступления с разъяснением положения данного законопроекта. В настоящий момент уже министром обороны утвержден план, где определены ответственные лица юристов и другие специалисты, которые после принятия законопроекта будут проводить всю эту разъяснительную работу во всех гарнизонах. Кроме того, во всех гарнизонах у нас будут организованы информационные колл-центры, которые также будут вести разъяснительную работу. Спасибо. Пожалуйста, что касается разъяснения норм законопроекта, заместитель председателя Комитета национальной безопасности Марат Умербекович Холхабаев. В дополнение хочу сказать, что эта новая модель нам, как говорится, не нова, 4 года уже работает в системе Комитета национальной безопасности, и нами накоплен определенный опыт, который мы на сегодняшний день активно будем передавать и передаем пограничной службе. Более того, нам не предусмотрены планы стажировок и тренингов для членов жилищной комиссии и рабочих групп, которые будут непосредственно заниматься работой по признанию того или иного военнослужащего нуждающимся, определение, как говорится, членов семьи и так далее, всю работу будут проводить. Более того, как говорится, военнослужащие сами заинтересованы, мы в одном ведомстве находимся, и они очень осведомлены от тех новшеств, которые вносятся этим законопроектом. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Берек Борькович Бесенков, заместитель министра внутренних дел. Спасибо. То, что касается военнослужащих по министерству внутренних дел, вся необходимая разъяснительная работа нами в полном объеме проведена, специальные группы созданы, числа подготовленных наших сотрудников, все военные гарнизоны наши мы объехали полностью. Разъяснительную работу по сегодняшний день введем, и полноценно все ответы наших сотрудников, военнослужащих мы полностью дали. Спасибо. Вот с учетом того, что вопрос был задан представителям разных ведомств силовых, в продолжение Нурлана Урумбасаровича, вот когда вопрос задавался, что если в трех разных гарнизонах, надо, наверное, очень четко здесь, Таллас Абитович, подчеркнуть, что в том числе и когда военнослужащий переходит из одной структуры в другую, сегодня он может быть офицером погранвойск, который относится к Комитету национальной безопасности, а завтра может перейти во внутренние войска. Вот здесь тоже все сохраняется. Таким образом, да, Таллас? Да, 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 мы учтем это. Это нужно обязательно до второго чтения закрепить, потому что мы, когда, видите, из гарнизона в гарнизон закрепляем, а теперь, ну, жизнь такова, офицер он военный, ему сегодня служит в штабе погранвойск, а завтра перейдут в штаб внутренних войск. Раз это все мы говорим о вооруженных силах, это все входит в эту структуру, надо нам эту норму закрепить. Все, депутат Первашев Азат Турлубегул на Берле. Рахмет Курмедов, у меня вопрос к Министерству инвестиций и развития. К нам обращаются семьи сотрудников правоохранительных органов с тем, что их, скажем, отцы, супруги, проработав 20-25 лет, затем скончавшись от болезней, после их смерти семьи не могут получить право на партизацию этого жилья. И отсылки, ответы, значит, суполномочных органов о том, что право на партизацию было бы, если бы они погибли при несении, значит, службы. Но если человек умер от болезни, такого права, кажется, они лишаются. Мы направили в ходе обсуждения, значит, этого законопроекта свою поправку о том, чтобы все-таки это не справились устранить, чтобы при, значит, стаже более 20 лет и затем смерти сотрудника его семья имела право на партизацию этого жилья. Однако полномочный орган не согласился с этой поправкой. Нам что получается? Надо сотруднику правоохранительных органов принесение служебных обязанностей обязательно подставляться под пули или самому застрелиться, чтобы семья получила жилье. Почему такое отношение к семье? У меня, несмотря на отрицательную ответную поправку, я прошу все-таки дать вашу оценку о такой ситуации. Пожалуйста, Роман Васильевич Скляр. Спасибо. Вопрос понятен. До второго чтения мы этот вопрос еще раз проработаем и доложим о результатах. Пожалуйста. Я знаю об этом, и, значит, Азат Олубегович был у меня. Фракция полностью этот вопрос просит, настоятельно просит до второго чтения не снимать с этого проекта закона. Поэтому, пожалуйста, Роман Васильевич, отработайте. Если нужно ведомство, как мне сказали, Министерство труда, социальной защиты, Министерство обороны, с ними вместе тоже до второго чтения надо отработать. Хорошо. Страктор Настага Барма. Джор. Ондар Ахмед. Енді, қосымша, байынамажа сауышын, сөз Абай Бөлеппайлы, сізге берледі. Рахмет, күрмет, нұрлам, зайрыл айлы, күрмет депутаттар. Рахмет, күрмет, әскери қызметшілерді әлеметтік қамсыздандыру мәселесі. Елбасымыз жоғарғым басқол башыныр Сұлтан Абишынын Назарбаев өнемі баса назар аударып отырады. Тұрғын үймен қамтамасыз етудің жаңа жүйесін пәтерімен қамтамасыз етілмеген әскери қызметшілермен, олардың мод басымышылері, сонда яғы әскери зейнеткерлер тағатсыз күтіп отыр. Бұл өті мәңізді әрі қажетті зан жобасы. Иә, зан жобасын қорғаныс министерлігі, сенат бен мәжіліз депутаттарының белсенді қатысуымен әзірледі. Қорғаныс министерің орынбасары мұқтарып, талға цәбетілі зан жобасын негізгі тұстарын жеткізілікті түрде баяндады, және көп сүрақтарға толық жауап бердеп ойлаймын. Зан жобасын нормаларын вақтылы сүке асыру үшін қорғаныс министерлігімен барлық күш құрылымдарының ағымдағы жылдың соңында дейін занға тәуелді актлерді әзірлеу бойынша және әскері қызметшілерге зан жобасының нормаларын сүндіру бойынша шаралар қабылдау қажет. Зан жобасының нормаларын сүке асыру ғуда екінші денгейдегі банктерге оның ішіндегі тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне әдеуір жауап кершілік жүктеледі. Олар әскері қызметшілердің қажеттіліктерін әскеріп женілдікті ипотекалық кредит беру мәселесінің қаралау қажет. Бүгінгі көтеріліп отырған мәселелердің барлығы жұмыс тобының отырыстары барысында талқыланады. Бүгінгі таңда жұмыс тобыны депутаттардың сұныстары әлі де келіп түсуде. Бүгінгі көтеріліп отырған мәселелерді. Продолжение следует... 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 Слово предоставляю депутату Микаэля Нариной Акингам-Литоне. В рассматриваемом законопроекте предусмотрены также в сумме займа, но уже консультационные услуги. Скажите, пожалуйста, в чем разница между этими двумя услугами, каким образом и с какого расчета определяется стоимость этих услуг? Спасибо большое. Стоимость определяется у нас в типовых проектах, предусмотрено в каком объеме от стоимости проекта бывают эти услуги. В среднем это 1,5-2%. Теперь консалтинговые и консультативные услуги. Консалт предполагался в целом в этом проекте. Это комплексное большое сопровождение. Это в первую очередь управление проектом, юридическое сопровождение и плюс технический надзор. Теперь у нас появляется новый участок. Здесь только будут консультативные услуги на новый объем строительства, только новое техническое сопровождение, технадзор. Спасибо. 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 Уважаемый Женас Махмудович, я также хочу вернуться к вопросу о консультационных услугах. Вы только что сказали, что таковые есть и в соответствии с законопроектом предусмотрены такие услуги по надзору за качеством строительства. И на эту услугу выделяется достаточно немалая сумма, это почти 2 миллиона долларов. В связи с этим я хотела узнать, предусматривается ли ответственность организаций, которые будут оказывать данные услуги. Спасибо большое. По соответствии с соглашением и контрактами, подписанными с этими консультационными организациями, предусматривается соответственно ответственность в рамках нашего законодательства. Она может быть в рамках административного кодекса. Если нарушения влекут за собой более тяжелые последствия, то и уголовная ответственность в рамках нашего уголовного законодательства. В то же время предполагается, что эти компании при нарушениях или каких-то дефектах попадают в черный список и больше в рамках, например, конкурсов, проводимых этим банком, они участвовать в работах не смогут. Слово представляю депутату Казанцеву. Павлу Олеговичу, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Нурлан Зарулович. Уважаемый Женис Махмудович. При проведении реконструкции автодороги ЖТБ Женовозин предусмотрено строительство транспортных развязок, мостов, путепроводов. Регион по климату непростой, тут есть определенные риски. Риски по построенным дорогам и объектам дорожной инфраструктуры в стране чаще возникают уже типовые случаи, которые приводят к аварийным последствиям. Так, например, в Алматинской области в результате весенних паводков была подмыта автодорога на подходах к мосту через реку Мукры. Вблизи города Ак-Тубе был подмыв опоры, разрушены бетонные укрепления моста. Примеры, к сожалению, можно продолжать и продолжать. Возникают вопросы, какие причины увеличения аварийных ситуаций на новых, подчеркиваю, вновь построенных, вновь реконструированных дорожных объектах. Что это ошибки проектирования или безответственная, бесконтрольная работа соответствующих подрядных организаций. Мне кажется, уже просто неприлично списывать, мягко говоря, недоработки уполномоченных органов на происки небесных сил. Как говорится, на богу надейся, а верблюда привязывают. В этой связи, Женис Михайлович, вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, какие меры вы предпринимаете, чтобы в Мангистау не повторять вот такого рода ошибки, которые были допущены в ряде предыдущих проектов? Спасибо. Спасибо. Конкретно по тому случаю, который вы упомянули, это Алматинская область, участок дороги Талдыкургана-Алмата. Здесь проблема была в ненормативном содержании. Мы соответствующие для себя выводы сделали и компании «Казахавтодор», которая должна обеспечивать содержание, особенно в паводковый период. Теперь, то, что касается нового участка в Мангставской области, там планируется, что будет одна развязка мостовая, два путепровода, 19 водопропускных труб. С учетом последних паводковых периодов мы поменяли конструктив, и в этом проекте, например, водопропускные трубы диаметром будет в полтора раза шире, чем, например, на предыдущих участках. Спасибо. Сөз депутат Бектурганов, Абдиман Ат, Елікпайлыны берлены. Рахмет, Нурлан Зайрлауылы. Менің сұрағын баяндама шыға. Мынау жаңаға өзіңыз айтқан занғы жобасында, жетіпай жаңа өзің аптор жолын реконструкциялар көзделіп отыр. Осы реконструкция көзделіген жағдайда осы жергілікті жердің кадрлары тартылама. Женеде осы жолды салу нәтижесінде қанша жалпы жаңа жұмыс орындары ашылып өзделіп отыр. Женеде маңғыстау өңірінде болғаннан кейін, қанша маңғыстау ғолысының азаматтары жұмысқа тартылатын болады. Сондақтыла байтып берсеніз. Рахмет. Сұраңызға көбір ахмет. Жалпы осы жол бойынша біз жылдың ішінде құрылыс жұмыстарын аяқтаймыз деп жоспарлып отырмыз. Нақты бір жәрім мүм жаңа жұмыс орын пайда болады. Осы жобада оның соң жылдың нәчілерлер көрсетіп отыр. Осындай жобаларда 85-90 пайыз жерлікті азаматтар. Жалпы бүгін нұрлы жол бағдарламасы бойынша біз төрт жәрім шақырым республика маңызы бар жолдарда жұмыстарды атқаруатырмыз. Осы жолдарда 115-120 мүм адам жұмыстарды бүгінгіні. Оның 90 пайыз жерлікті азаматтар. Затраты 68 млн 833 тыс. долл. сша. Консультационные услуги 1 млн 981 тыс. долл. сша. И нераспределённые – это 2 млн 519 тыс. долл. сша. Если с первыми двумя понятно, то третий компонент нераспределённый. Скажите, пожалуйста, что это такое? И вот эта сумма 2,5 млн долларов сша. Расчёт этой суммы из чего исходили? Спасибо. Спасибо большое. Практика работы с МФИ такова, что всегда в проекте есть статья нераспределённые расходы. В среднем она достигает до 10% от стоимости строительства. Эта сумма в течении строительства всегда находится. Она предусмотрена на всевозможные форс-мажорные случаи. Например, изменение курса валюты, изменение конструктива в силу определённых обстоятельств форс-мажорных, в случае изменения проекта, удорожания, предположим, проекта. Но обычно практика показывает, что эта сумма остаётся неиспользованной и в итоге возвращается. Рахмет. 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 Продолжение следует... 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 В этой связи просим предоставить ответы на следующие вопросы. В этой связи просим предоставить ответы на следующие вопросы. В этой связи просим предоставить ответы на следующие вопросы. Практически на всех встречах с населением в регионах страны жители и представители местной исполнительной власти отмечают крайне неудовлетворительное функционирование коммунальных предприятий. Особую заботчность общественности и экологов представляют очистные сооружения населенных пунктов. Действующие в настоящее время очистные сооружения Казахстана используют технологии очистки 50-х годов прошлого века. По оценкам специалистов, изношенность канализационных сетей и непосредственно очистных сооружений составляет не менее 60%, а в некоторых городах достигает 100%. Так, в Заводинской области этот показатель составил 70%, в Алматинской и Североказахстанской областях 75%, в Караганинской области 80%. Выработан технологический ресурс, системы и оборудование сооружений города Шахтинск. Износ очистных сооружений в городах Садпаев и Решказган составляет 60% и 80% соответственно. В городах Приозерска и Орголык очистные сооружения вообще отсутствуют. Износ водопроводных и канализационных сетей в подавляющем большинстве малых городов в республике является предельным. Эксплуатируемые очистные сооружения работают с крайне низкой эффективностью и представляют собой устаревшие и экологически небезопасные системы. Степень очистки таких очистных сооружений не превышает 50%. Поэтому очистные сооружения городов являются очагами крупного загрязнения окружающих водных объектов и земельных участков. Данное обстоятельство оказывает негативное влияние на окружающую среду, растительный и животный мир, здоровье населения. Достаточно сложная санитарно-эпидемическая обстановка в республике свидетельствует о прямом и косвенном влиянии водного фактора на заболеваемость населения. С низким качеством воды связан высокий уровень заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями, болезнями мочеполовой системы и органов пищеварения. Составляющих значительную часть от общего количества болезней в стране. Предпринимаемые акиматами регионов меры в рамках действующей программы развития регионов до 2020 года по сути являются малоэффективными, поскольку направлены на поддержание жизнеспособности технологически и морально устаревшего оборудования. А строительство новых сооружений ведется с низким использованием современных технологий. В то же время мировая практика показывает, что сточные воды могут быть устойчивым и экономически выгодным источником энергии и других полезных сопутствующих свойств воды. В представленном в 2017 году докладе ООН о состоянии водных ресурсов отмечается, что сточные воды все шире рассматриваются как надежный альтернативный водный источник, в результате чего подход к ним в передовых развитых странах смещается с обработки и удаления на восстановление и повторное использование. В этом смысле на сточные воды уже не смотрят как на проблему, требующую решения. Сточные воды в большей степени стали частью решения проблем, стоящих сегодня перед обществом. Для Казахстана, не имеющего выхода к морю и не располагающего крупными водными объектами, проблема рационального использования водными ресурсами стоит очень остро. Важным шагом осмысления новой парадигмы и поиска решений данной проблемы являются задачи, сформулированные главой государства в стратегическом документе развития Республики Казахстан стратегии «Казахстан-2050», а также в концепции по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике. Новый объявленный курс экономического прагматизма в сфере защиты окружающей среды и использования природных ресурсов предполагает внедрение принципиально новой системы управления природными ресурсами. При этом, с учетом прогнозов мирового развития, вода в Казахстане должна обрести новую ценность. Учитывая стратегическую важность реализации поставленных задач, прошу вас проинформировать о том, какие меры предпринимаются правительством для устранения нарушений экологического законодательства и обеспечения технической и технологической модернизации очистных сооружений коммунальных предприятий регионов. Как решается вопрос внедрения новой системы управления природными ресурсами, определенной в качестве приоритетной стратегических документах страны? С уважением депутаты Кожахметов Каратаев. Рахмет, сөз депутат Мусырман Карибай Иманжан Олына берледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайрулолы, құрметті әртпестер, менің депутатық сауалы мүшкістер министері Қал Мұхамед Нұрмұхамеддылы Қасым Қажолданады. Тәуелсіздік жылдарында елбасы Дүниезіз Қазақтары қаумдастығының төрағасы Нұрсултан Абишыл Назарбаевтың шақыру мен әлемнің әртікпірінде тұрп жатқан отандастарымыз өздерінің атамекені Қазақстанға жаппай оралып, жас мемлекетіміздің дамы бөркенді өні аянбай атсалысы үстінді. Мемлекет башысы Дүниезіз Қазақтарының үстімізді өгі жылы болған 5-ші құрылтайында сөйлігін сөзінді. Елім жерімдеп емір еңген әрбір Қазаққа, Қазақстанның есігі әрқашан айқарашық, ешкімге шектеу жоқ, біз көшікпелетін ағайынға жол сілтеуді тұрлықты жерінен бастауымыз керек. Елшіліктер азаматтардың құжатын қамтап, қонстанатын жер туралы кенес беруге тез, оны сұртқыстер министерлігіне тапсырамын. Сонда шекарадағы шырғалаңда елге келген соң құжат түгінді үшін ары-бері сабылуы да болмайды деп қада айтқаны мәлім. Өкінші күл ғарай, 2015 жылы Жамбыл облысына Қытайқалық республикасының көшікпелген 251 етнікалық қазаққа қазір өздері келген көршілес елге со тарқылы күштіп шығарылу қауіп төніптір. Өткені арада екі жыл өткенді олардың ұқтыяр қаттыралу үшін тапсырған кейбір құжаттары жалған екенді ғанықталған болып шықты. Ал оралман ағайындар біз делдалдар мен жем қорлардың құрбаны болып отырмыз деп санайды. Қалың жұртшылық айрықша назар аударып әліметтік желілерді қызу талқылау тақырбын айналған осы келенсіз оқиғаның орналу себептерін және оған кімдер кінәл екендігін қазір кезде Тараз ғаласы көшіғын басқармасының лауазымды тұлғаларына қатысты жүргізіп жатқан қызметтік тергеуі нәтижесі әділ анықтап береді деп сенеміз. Әрине, екі жыл бой елімізге судайсыңып, тастай батып, үйлік-үйлі болып, өздерінің тарихи отандары Қазастанның егілгі жолында алаңсызда адалайың бекетіп, шаттыққа бөлін жүрген шақтарында аяғасынан туындаған шатақ мәселе оралмана ғайындардың төбілерінің жайты сүргендей есен ғіретіп қат тауыр жұртып тастығандығанық тастыз кө өздеріне ауырды дейді қалқымыз. Ата жұртымдеп аңсап келген ғайындарға арашатысу азаматтық парызымыз, үшкістер министр Қасымп Мұрзадан Жанбыл облысындағы 251 оралман бауырымыздың жанайқайларына қылағасып, осы өз өкті мәселен өзің жеке бәқлауын алуын және қолданыстығы заңнама аясында тиісті шешім қабылдан ұсыраймы депутат Нуральтампартия сафракциясы Мұрсады А WE lifts석арман. Рахмет. С того дня, когда вы произнесли эти слова и дали обещание, казахстанский футбол в рейтинге FIFA с 105 позиций опустился на 126 место. В этом рейтинге позади нас находится Центральная Африканская Республика, а перед нами Танзания и КНДР. Выше нас в рейтинге Антигуа и Барбуда, Малави, Сенкиц и Невиц. Думаю, мы с вами не сразу найдем на карте мира эти страны. Провальные игры национальной сборной по футболу в отборочных матчах и стремительное падение в мировом рейтинге не стали поводом серьезного разбирательства. В нашей стране созданы все условия для футбола, футболистов и их тренеров. Не раз поднимались среди казахстанской общественности вопросы многомиллионных финансовых трат на футбольные клубы, баснословные гонорары нашим футбольным звездам, хотя по уровню игры больше на что они тянут, это называется звездами дворового футбола. Ситуация с отечественным футболом приближается к критической точке и требуется скорая и объективная разбирательство по сложившейся ситуации. Наша фракция предлагает принять ряд незамедлительных мер, направленных на качественное изменение существующих проблем. Необходимо прекратить практику приглашения возглавлять национальную сборную тренеров из стран СНГ. Внутренние чемпионаты этих стран находятся на низком уровне. Каждый из национальных сборных стран Содружества прибывает в ситуации, когда их самих следует вытаскивать из болота неудач. Необходимо сократить непомерные гонорары футболистам, ввести на 7 лет лимит на включение состава клубных команд зарубежных игроков, определить разрешенное количество иностранных легионеров в один клуб 4 футболиста, ввести ограничения на включение в основной состав на каждую игру не более двух иностранных футболистов. Для отечественных молодых футболистов это будет мотивацией повышать свой профессионализм и иметь возможность играть за основные составы клубных команд и выступать за национальную сборную. Зарубежные страны следует отправлять не юношей учиться играть, а тренеров, тех, кто будет учить наших детей и молодежь играть как в ведущих странах Европы. Необходимо осуществлять жесткий контроль по выполнению подготовки отечественных футболистов и создания возможностей для их перехода из команд дубля в команды премьер-лиги. Требует более тщательной проработки вопроса развития в футболе профессионального менеджмента, а также создания благоприятных условий для прихода в отечественный футбол частного капитала. Желательно обязать все футбольные клубы создать региональные футбольные школы. Сэкономленные на легионерах средства как раз и могут пойти на развитие таких школ. Это предоставит возможность вовлекать детей и юношей в футбол, подготавливать резервы для самого клуба, что позволит не тратить огромную сумму денег на приобретение новых игроков со стороны. Господин министр, необходимо основательно переходить к созданию футбольной инфраструктуры. В первую очередь это строительство крытых стадионов системой автоподогрева. Это даст возможность нашим командам играть по системе осень-весна, без зимнего перерыва синхронизировав таким образом календарь игр с футбольными клубами Европы. В связи с вами с сказанным просим воздать письменный ответ на поставленный вопрос в срок, установленный законодательством. С уважением, депутаты фракции Народные коммунисты. Спасибо. В связи с депутатом Сыздыков, Турган Схакул Наберледа. Рахмет, кроме того, Нурлан Зайрулаула. Депутатский запрос к премьер-министру. Уважаемый Бахачан Набирович, выступая на расширенном заседании правительства в начале года, глава государства потребовал, не надо расходовать средства так, как будто это откуда-то пришедшие вражеские деньги. Очень важно, на наш взгляд, не забывать об этом, особенно в период активной работы с бюджетом. Знакомство с положением дел на местах позволяет сделать вывод, что в этом вопросе имеются недостатки. К примеру, практически во всех регионах страны выделяются средства из местных бюджетов на разработку проектно-сметных документаций, проведение экспертиз на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию больниц, школ, других объектов соскульбыта. Большая часть этих проектов не финансируется. Без проектов Республика не рассматривает вопрос финансирования. А при наличии их, как правило, отказывает финансирование. Точную цифру затрат профильные министерства не называют. Но, надо полагать, разговор идет о сотнях миллионах тенге. По истечении трех лет с момента утверждения документы устаревают, а проблемы остаются нерешенными. Черная дыра – продукты издержек в межбюджетных отношениях, поглощают средства местных бюджетов, которые, за редким исключением, сами являются дотационными. Приведу несколько примеров по результатам работы в регионах. В районе Габита-Мусрепова СКО полностью готова документация на ремонт шести средних школ, но финансирования нет. Среди них станционная школа, в которой не было капитального ремонта уже более 55 лет. В этом же районе было заявлено строительство ясель-сада на 80 мест. Документы готовы с 2015 года. Это только в одном районе республики. В Акволинской области уже несколько лет не могут начать строительство планового объекта поликлиника-онкодиспансера. По аналогичным причинам, серьезные сбои произошли в развитии Щучинской морской курортной зоны. Из-за уменьшения финансирования по проектам, в том числе включен комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к столице, тормозится реализация ряда государственных программ, большая часть которых связана с решением социальных вопросов. Уже новый проект бюджета не дофинансирует водные проекты Павлодарской области, где только 20% сельчан обеспечены качественной питьевой водой почти на 1,5 млрд тенге при наличии проектной документации. Таких примеров немало. Проблема эта была обозначена на правительственном часе. Обсуждалась на седаниях рабочей группы. Группа депутатов во главе с Балеевой Загипой Яхьяниной с участием работников министерств, изучив вопрос, подготовила рекомендации по внесению изменений в ряд законодательных актов. Депутаты пришли к выводу, что многие ответственные работники на местах не используют возможности корректировки просроченных документов, затратив до 15% от первоначальных затрат. Но и эта норма вызывает вопросы. Во-первых, эта сумма тоже немалая. Во-вторых, нет полной ясности, сколько раз надо идти на корректировку, дожидаясь необходимого финансирования. Недостаточная координационная работа республиканских органов, создание условий для проведения единой социально-экономической политики, нарушает принцип единства и эффективности бюджетной системы, материализует обратный мультипликативный эффект при работе с государственными программами. Важность рассматриваемого в парламенте законопроекта по этой теме в рамках принятой концепции неоспорима. Вместе с тем мы считаем, что на этом этапе работа по совершенствованию бюджетного законодательства должна быть продолжена на системной основе. С этой целью просим рассмотреть вопрос о создании постоянно действующей комиссии из компетентных работников исполнительных органов и других институтов и парламентариев для анализа неработающих норм в своевременном рассмотрении и подготовке предложений для инициирования изменений в законы, а также определить дальнейшую судьбу каждого объекта, не профинансированной при наличии проектно-смертной документации, провести соответствующую работу с ответа работниками министерств, местных исполнительных органов по повышению их профессионализма и компетентности при использовании бюджетного законодательства. Ответ просим принят в установленном порядке. Члены фракции Народные коммунисты. Спасибо. Сөз депутат Айсин Амайра Арабхызнаберледы. Рахмет күрметі Нурлан Зайрулалы, күрметі Ариптистер. Жизнақты қадам ұлт жоспарна сайкез күрлған азаматтарға арналған үкемет мемлекет корпорациясы бір жарым жылдан астаму ақтышынде атқарған жұмысы аземес. Алайда біз өңірлерде болып сайлаушыларымен кезгескенімізде осы корпорация қарайтын халықа қызмет көрсету орталықтарының толыққанды жұмысы түйіне кейдері келтіріп отырған бірнеше түйінді нақты мәселер бойынша біздің депутаттық сауалымыз премьер-министрдің орынбасары Жумағылеевке жолданады. Құрметпен депутаттар, Нұр-Отан партиясы фракцияның үшелері Ағымдағы жылы аумақтың 624 мүн гектары әскери сынақ полигоннан керіғайтардық. Қазастан Республикасы жер кодексінің 143-ші бауының шүрші тармағына сәйкес, Қазастан Республикасының өкеметі ядырғалық қару сынақтары өткізілген жер ұчаскелерін ядырғалық қару сынағының зардаптарының жоу жөндегі барлық үш саралар айықталғаннан және кешенді экологиялық тексеру жүргізілігінен кейін мемлекеттегі экологиялық сараптаманың оң қортынсы болғандағана меншікке немесе жер пайдануға беру мүмкінделінген. Аумақта әскери сынақ полигонна берілгенден бұрын жүргізілген геофизикалық жұмыстардың мәліметіне қарағанда мұнай ғаз кешені болуы мүмкін құрылымдар, структурылар анықталған және бұл көптен белгілі. Құрылымдар доз үсті немесе теренгемес қаваттарда болуына және табылуы мүмкін мұнай құрамында зиянты қоспалардың болмауына байланысты геологиялық барлау жұмыстарының құныда төмен болмақ. Бұл әрине аса маңызды. Сондықтан келесі сұрақтар туындайды. Бұл омақта геологиялық барлау жұмыстары қашан жүргізілмек. Екінші, барлау жұмыстары қандай құрылымдарда жүргізілерді. Депутаттық сауалдық қарастыру нәтижелерін және қабылданған құрылымдар жұмыстары қарастыру нәтижелерін және қабылдан қағыргізілерін және қабылды. Құрылымдар жұмыстары қандай қабылды. Құрылымдар жұмыстары қандай қабылды. Құрылымдар жұмыстары қабылды. Слово предоставляет депутату Кім Роман Ухенович. Спасибо, уважаемый Нарадыз Рулайыз. Наш депутатский запрос премьер-министру. Уважаемый Бахажан Абдирович, прямым огрозом биоразнообразия Казахстана, ведущим полного трата или деградации среды обитания, является бесконтрольный сбор и вывод за границу особо ценных лекарственных растений и трав. Вследствие отсутствия правового регулирования, вопрос их изъятия из природной среды, растительного, лекарственного и технического сырья, естественного происхождения вне территории Государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. По данным органов государственных доходов, только за последние 4 года за рубеж вывезено более 85 тысяч тонн корня солодки, хотя за этот же период в Республиканском институте ботаники и фитоинтродукции получены рекомендации на сбор всего 72 тысяч тонн. Таким образом, более 13 тысяч тонн корня, и это только официальные данные, были добыты в ущерб природе и каким-то образом вывезены за границу. При этом объемы экспорта лекарственных растений и трав, в том числе корня солодки, ежегодно только увеличиваются. Бесконтрольная добыча солодки в последние годы обрела промышленные масштабы и грозит реликтовому растению полным истязновением, если и сегодня не принять срочные меры по его спасению. Учитывая важность вопроса сохранения и рационального использования лекарственного сырья, просим вас до принятия закона о растительной мире ввести временный запрет на вывоз территории Республики Казахстан лекарственного сырья корня солодки. С уважением депутаты от Ассамблеи народа Казахстана Киин Абдрахман, Жамадильдаев, Микаэлян Тимошенко, от фракции Нуратан, Амарова, Аспанов, Канабекова и Машева и от фракции народных коммунистов Канаров. Спасибо. Спасибо. Слово представляется депутату Косареву Владиславу Борисовичу. Пожалуйста. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Наш депутатский запрос адресован премьер-министру. Наша партия уже много лет подряд поднимает вопрос об упорядочении отношений государства с самозанятыми гражданами. Если в 2005 году их было 2 миллиона 630 и теперь их остается 2 миллиона 180 тысяч. О статусе этой категории мы в никаких документах правительства не нашли ни единого слова. Единственная формулировка, определяющая социально-экономическую статусу самозанятых граждан, приводится в статистическом сборнике и гласит, это занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, получаемого от производства и реализации товаров и услуг, где собственное потребление рассматривается как часть дохода. Цинично, не правда ли? Здесь же поясняется, что они могут быть работодателями, нанявшими одного и нескольких работников и так далее. Это лица, работающие на родственников и так далее. Не о режиме труда, не о зарплате, не о социальной защите и в случае невзгод нет нигде ни слова. Самостоятельные люди, имеющие нестабильный заработок, становятся острой проблемой. Число работников с гарантированными доходами за последние 15 лет в нашей стране снизилось с 20% до 16%. Считаем возможным отметить, что правительство уже более 13 лет называет эту проблему, сожалеет, что она не решается, но никаких шагов по разрешению этой проблемы не предпринимает. Нет ни исследований, ни пилотных проектов, ни опытных вариантов. Мы напоминаем правительству, что есть народная мудрость, которая учит, что не окунувшись в воду, плавать не научишься. В числе замозанятых 64 сельских жителей, владельцев домохозяйств, их прямой путь в кооперативы, а это полтора миллиона человек, среди них более 65 тысяч работодателей, да около 20 членов производственных кооперативов, 68 тысяч работают в семейных предприятиях. Не так сложно с работниками прилавка, часть из которых работает нами, у собственников, имеющих юридический статус. Единичные работники торговли и домашняя прислуга могут пройти регистрацию местных органов власти и получить право на налоговые льготы. В 20-е годы прошлого столетия все, кто работал в личном подворье, имели трудовые книжки, отчитывались о доходах и налогах, у них учитывался трудовой стаж. В связи с этим фракция НК предлагает провести поименный учет всех людей, которые отнесены к статусу самозанятых, определить уровень дохода этих людей. Которые могут быть и индивидуальными предпринимателями, и частных подсобных хозяйствах, фермерскими хозяйствами, семейными предприятиями. Словом, если заняться, что решить эту проблему совсем не сложно. Но правительство смирилось с наличием самозанятых и неизыкооплачиваемых граждан. Сельский механизатор работает всего 3-4 месяца зарплатой 70-75 тысяч деньги в месяц при одном работающем в семье из 4-х человек. Так как доходы руководителей ТОАО составляют 1,5-2 миллиарда деньги. Мы находим опасным такое распределение дохода от производства верна. Полное отсутствие контроля за уровень неоплаты труда со стороны госорганов приводит к падению престижа рядовых работников и пополнению самозанятых и неизкооплачиваемых работников. Понимая, что будут и неудачи, и разного рода помехи, но все же преодолеть их можно, и успех не заставит себя долго ждать. Ответственно просим согласно закону. Народные коммунисты. Спасибо. Спасибо. Все, депутат Абсатиров, Кенес Гарапулна Берли. Рахмет Курмит Турара. Депутатский запрос адресован министру финансов Республики Азстан. Антикоррупционные стратегии Республики Азстан в качестве ключевых направлений противодействия коррупции определены меры по искоренению коррупции в сфере государственной службы, квази-государственном и частном секторах. Коррупционные риски в квази-государственном секторе представляют особую опасность в связи с тем, что его доля составляет более 60% ВВП страны, а объем закупок в 3-5 раз превышает год закупки. Не случайно в законе о противодействии коррупции к субъектам коррупционных правонарушений отнесены лица, исполняющие управленческие функции в субъектах квази-государственного сектора. Вместе с тем, несмотря на требования вышеназванного закона, в действующем Уголовном кодексе по целому ряду статей и составам преступлений к субъектам коррупционных правонарушений отнесены только должностные лица, постоянные или временно осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственных органах. В то же время под аналогичную ответственность не подпадают лица, выполняющие такие же функции в госхолдингах и нацкомпаниях. Если и сейчас государственные служащие, уличенные в коррупционных правонарушениях, несут ответственность по всей строгости закона, то должностные лица квази-государственного сектора остаются вне поля действия антикоррупционного законодательства. Между тем, ежегодные отчеты счетного комитета фиксируют многочисленные злоупотребления со стороны со средствами нацкомпаний и госпредприятий. Депутаты фракции АКЖОЛ неоднократно направляли запросы к правительству о необходимости решения вопросов корпоративной коррупции в квази-государственном секторе. На настойчивое требование фракции ДПК АКЖОЛ разработать закон о госзакупках госпредприятий правительство неизменно отвечало отказом. После наших неоднократных требований ввести уголовную ответственность на должностных лиц нацкомпаний за коррупционные преступления 12 июня текущего года Министерством финансов был презентован проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квази-государственного сектора, в котором предусматривался кардинальный пересмотр подходов к проведению закупок в квази-госсекторе. В частности, в целях установления единых подходов и принципов предлагалось включить должностные лица квази-госсектора в круг субъектов коррупционных правонарушений. Однако после презентации в правительстве судьба данного проекта закона неизвестна. В мажлист парламент он так и не поступил. Между тем, отсутствие полноценной ответственности сохраняет коррупционные предпосылки в крупнейшем сегменте экономики и позволяет без особых опасений распоряжаться гигантскими суммами за слишком вольное использование, которых чиновникам от нацкомпании грозит не более, чем выговор или лишение премии. Считаем такой подход недопустимым, поскольку субъекты квази-государственного сектора распоряжаются государственными средствами, доверенными им обществом для решения задач государственной экономической политики, а не для личного обогащения. В этой связи фракция ДПК АКЖО в очередной раз предлагает рассмотреть вопрос введения уголовной ответственности для лиц, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в субъектах квази-государственного сектора за коррупционные правонарушения аналогичные темы ответственности, которые несут лица государственных органов. Спасибо за внимание. Спасибо. Счезь депутат Дуисимбинов Берекс Алимжалуна Берледа. Счезь депутат Дуисимбинов Береда. 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 В Казахстане насчитывается 78 тысяч многоквартирных домов, из которых 21 тысяча зарегистрированы как объекты кондоминиума. Это лишь 27% от всего жилого фонда. Отсутствие регистрации кондоминиума является причиной системных недостатков и создания аварийных ситуаций в жилом фонде. Так, в начале 2017 года произошел срыв лифта в жилом комплексе Эдем-Палас, где вместо предусмотренных двух лифтов по проекту был установлен только один. При этом вторая лифтовая шахта была переоборудована в подсобные помещения, что является грубым нарушением строительных норм и правил. В конечном итоге работавший единственный лифт не выдержал нагрузки. Попытки жильцов зарегистрировать объект кондоминиума и взять управление жилым комплексом в свои руки были безуспешны на протяжении нескольких лет. Это было выгодно строительной компании, которая заселила дом с грубейшими строительными недоделками. К сожалению, такие факты не единичны. В связи с этим видится необходимо, первое, обеспечить стопроцентную регистрацию объектов кондоминиума, второе, на законодательном уровне закрепить обязанность строительных компаний, одновременно со сдачей дома в эксплуатацию, регистрировать его в качестве объекта кондоминиума, третье, предусмотреть нормы, когда при возникновении права собственности на квартиру человек автоматически становится членом кондоминиума, четвертое, законодательно разграничить права, и обязанности и собственных квартир каждого отдельно взятого жилого дома по владению собственностью от вопросов обслуживания. Обслуживание должно находиться в рыночных отношениях на основе договоров объединения собственников квартир с сервисными и подрядными организациями. Имеется разработанная концепция модернизации ЖКХ, которая была поддержана депутатами Можилиса и представителями общественных организаций на прошедшем в апреле месяце текущего года круглом столе в Можилисе. Уважаемый Оскар Жакбавич, учитывая вышеизложенное, просим рассмотреть возможность разработки проекта нового законодательного акта в сфере жилищных отношений. С уважением, депутаты Можилиса парламента, члены фракции партии Нарутан, Ахметов, Сабелянов. Депутаты Можилиса парламента, депутаты Можилиса парламент, Ахметов, Сабелянов. Депутаты Можилиса парламента, депутаты Можилиса парламент, Ахметов, Сабелянов. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...